Добрый вечер, в эфире Вести Карачао-Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Создание комфортных условий в сельской местности. Жители Ола Каменомост Карачаевского района надеются, что скоро начнется строительство нового моста через реку Кубань. Когда его построят, каким он будет и где возведут новое мостовое сооружение. С этими вопросами мы обратились в Карачао-Черкесский автодор. Подробности в репортаже Алладинаевой. Напомним, после проливных дождей мост через реку Кубань был частично разрушен и здесь погиб человек. Случилось это 5 июля прошлого года, а 29 июля дорожники открыли одностороннее движение через мост из Карачаевска в Аул Каменомост. Но до открытия одностороннего движения эксперты из Ростова обследовали разрушенный мост и дали заключение, что проезжать здесь безопасно, но только автомобилям весом не более 7,5 тонн. И поэтому дорожники установили знаки и рамку ограничения, которую, к сожалению, некоторые водители грузовых автомобилей нарушают и неоднократно сбивали этот шлагбаум. Безответственно, рискуя не только своей жизнью, но и подвергая опасности других людей. Местные жители боятся, что трагедия 5 июля может повториться. Ночью вообще страшно, ни освещения, ничего нет. Тут от них пропускают, от них не пропускают. Поскорее надо этот мост сделать. Не знаю, кто дальше будет. Надо определяться с этим мостом. Вот так. В неведении и в страхе пребывают жители и с нетерпением ждут начала строительства нового моста. Специалистами проведены геологические изыскания. Геодезический, экологический, весь комплекс мероприятий, который был необходим для проектирования данного сооружения, проведен в полном объеме, рассказывает заместитель начальника Карачаева-Черкесского автодора Муаэт Хутов. Севка в геопроект «Строй» изготовил проект, и весь комплект документов уже отправили в органы государственной экспертизы, говорит Муаэт Михайлович. На прошлой неделе полный весь комплект документов загрузили, оно проверено, комплектность и заключен договор. Соответственно, мы надеемся, что через 40 дней у нас будет положительное заключение экспертизы. И после получения уже результата начнется строительство, да? Мы утвердим ее, да, отправим все документы, необходимые для принятия решения, и как будут выделены средства, но я так подозреваю, что этот вопрос номер один в нашей республике, что средства будут выделены, и, как я еще раз сказал, со второй половины 22-го года мы начнем строить. Беспокоит местных жителей и отколовшийся кусок скалы, который находится под мостом. Сейчас в реке воды немного, и он не мешает течению, но весной, когда начнется половодие, и потоки воды будут нести сухие деревья, могут возникнуть проблемы. У нас уже приказ по управлению создан, назначены ответственные люди, которые перед паводковой ситуацией будут полностью осматривать этот мост. Плюс подрядная организация, которая находится в самом, у нас в Карачаевске ДРСУ, находится в улике Каменомост, который непосредственно знает свою работу и мониторит этот момент. Новый мост будет массивней, шире, длинней и сможет выдержать более 200 тонн нагрузки. Если часть, которая обрушилась, была 14-метровая, то новый мост будет 25 метров шириной. Его опоры лягут уже на массивные части, он будет на лежнях. Он будет находиться на том же самом месте, он будет строиться в два этапа. Будут проведены и укрепительные работы в русле реки. Вопросы сохранения экологии тоже учтены, рассказывает заместитель начальника Карачаева-Черкесского автодора Муаэт Хутов. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западные 5-10 метров в секунду. В горах будут порывы до 15-18. Температура ночью минус 2,7. В горах до 13 градусов мороза, а днем 7-12 выше нуля. И местами минус 1, плюс 4. Ночью и утром на дорогах гололедится. В Черкесске без существенных осадков. Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западные 5-10. Температура ночью минус 2, минус 4. Днем 9-11 градусов выше нуля. Ночью на дорогах гололедится. Впервые в Черкесске выставка страны обезьян и пушистиков. Мартышки и громки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького 8. Девчонки, шубы из норки со скидками до 50% от снежки приехали в Черкесск. Только с 9 по 13 февраля ждем вас в Центре развития предпринимательства. Для вас рассрочка на 3 года без первого взноса и переплат. А меховой жилет – подарок. Продолжаем выпуск. Привлечение молодежи к науке на самых ранних этапах обучения и подготовка квалифицированных кадров. В Качагу имени Умара-Лива функционирует студенческое научное общество, где молодые люди принимают активное участие в научно-исследовательской деятельности. О работе важного подразделения ведущего вуза республики подробнее узнавал наш корреспондент Алихан Липшоков. Студенческое научное общество – это прекрасная площадка для развития научно-исследовательского потенциала молодежи. Здесь студенты могут всецело отдаваться науке под пристальным вниманием преподавателя. Для этого в стенах Качагу имени Умара-Лива созданы все условия, где на всех факультетах есть специализированные кружки. Как отмечает начальник научного управления университета Гуккаджан Чумаева, благодаря этому студенты принимают участие в различных научных форумах и публикуют свои материалы в научных сборниках. На факультетах нашего вуза, на прикафедрах, существуют студенческие научные кружки, где под руководством опытных преподавателей студенты делают первые шаги в науку, занимаются научными исследованиями, учатся строить научные исследования. Ежегодно весной и осенью проводится конкурс «Студент-исследователь», где молодые люди представляют свои научно-исследовательские работы. После чего проводится отбор лучших научных материалов для того, чтобы представить их уже на более высоком уровне. Председатель студенческого научного общества, студент естественно-географического факультета Рамиль Темирджанов, занимается наукой с первого курса. Он участвовал в таких всероссийских конкурсах, как «Наука территории Героев» и в 2021 году принимал участие во всероссийском конкурсе «Студент года» в номинации «Интеллект года» и стал финалистом. В университете студенческого научного общества активно поддерживает студентов, которые занимаются научно-исследовательской деятельностью. Мы проводим для них семинары, и преподаватели обучают их, как правильно оформлять и писать научные статьи. Университет отмечает повышенные стипендии лучших студентов, занимающихся наукой. Также участие в различных форумах, публикации в научных сборниках позволяют молодежи найти себя в будущей профессии и внести свой вклад в научную жизнь общества. Заниматься наукой я начала недавно, обучаясь на первом курсе, благодаря моему куратору Фаризе Магомедовне Хубиевой, которая поверила в меня и в том, что я могу заниматься научной деятельностью. И также недавно я стала победителем международного конкурса научно-исследовательских работ. Студенческое научное общество продолжает развиваться, перенимая опыт у старших, занимающихся наукой. Алихан Липшоков, Аслан Гирюгов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. С началом пандемии коронавируса каждый из нас стал чаще обращаться в медицинские лаборатории, ПЦР-тесты, другие виды анализов, различные скрининги. Все эти обследования вошли в обиход. Каждый человек хочет быстрой, качественной и по приемлемой цене медицинской помощи. Сдать анализы и пройти полную диагностику теперь можно в новом медицинском центре. С торжественного открытия Альбина Ламкова. В новом медицинском центре МедПлюс можно сдать анализы и узнать, в какой помощи нуждается ваш организм. Специалисты выполняют около двух тысяч видов исследований. По течению центра МедПлюс медицинские анализы оставит хорошее впечатление не только благодаря качеству обследования, но и комфортному обслуживанию. Очень удобное месторасположение открытия данной лаборатории. Вежливый персонал. Быстро взяли кровь с вены для анализа. Цены тоже очень приемлемые. Также имеются некоторые скидки здесь, которые мне предложили. Мне очень понравилось. Анализ крови – наиболее точный способ диагностики проблем, связанных со здоровьем человека, а также необходимые условия профилактики возможных заболеваний. Мы рады приветствовать вас в нашем медицинском офисе МедПлюс. Мы предоставляем услуги по сбору более двух тысяч видов медицинских анализов. В это непростое время желаем вам получать только хорошие результаты. Будьте здоровы! Располагаются МедПлюс медицинские анализы в самом центре города. По улице Ленина, 2. Угол дома. Пересечение улиц Кавказская и Ленина. В дальнейшие сроки, приятные бонусы. Для всех пенсионеров действуют постоянные скидки 10%. В день торжественного открытия медцентра организовали викторину. Активные участники получили призы. Как каждый из вас уже получил 5% скидку. Всем присутствующим и прохожим праздника подняли настроение песни в исполнении известных артистов республики. Альвина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия. Сегодня в Карачаево-Черкесии завершился чемпионат по горному троеборью. В нем участвовали военнослужащие Южного военного округа, несущие службу в горной местности. Подробности у Али Баташева. Соревнования по горному троеборью проводятся в Карачаево-Черкесии уже третий раз и состоят из трех этапов. Лыжная гонка по пересеченной местности, лыжная гонка с преодолением препятствий и гонка дозоров. Зимняя полевая форма, лыжи, комплект альпинистского снаряжения за спиной. Крутые спуски, повороты и подъемы по пересеченной горно-лесистой местности. Каждому участнику предстоит пройти более 12 километров, что само по себе является непростым испытанием. В условиях высокогорья сложнее переносить физические нагрузки. Чем выше горы, тем более разрежен воздух. И в легкие попадает меньше кислорода. Наибольшая сложность это сильно пересеченный рельеф. Вы сами можете наблюдать. Это вынослужащие работают в перепаде высоты порядка 800 метров. То есть спускаются, поднимаются, спускаются. То есть перепад высоты, соответственно давление. Работают вынослужащие с грузом. Ну и, соответственно, попутно выполняют специальные задачи. К одной из таких специальных задач относится метание гранат. Причем не только на дальность, но и на меткость. Не справившийся с поставленной задачей боец должен пройти на лыжах штрафной круг, длина которого составляет 50 метров. Затем необходимо вернуться на основной маршрут и продолжить путь к финишу. Чтобы добиться успешного результата в горном троеборье, необходимо точно рассчитать свои силы и быть предельно внимательным, считает Даниил Филипченков из Армении. Наиболее сложным это акклиматизация. Просто разное высокогорье и все тому подобное. А так пока мне сложности не вижу. Что поддерживает боевой дух у вас? Все-таки испытания тяжелые. Наверное, понимание той работы, которую я выбрал. Потому что здесь можно проверить себя, на что ты способен, посмотреть на что делают другие люди, и можешь ли ты так же, как они. Горное троеборье проходит в течение нескольких дней. По условиям соревнований, отдельно участки со снежно-ледовым покровом бойцы должны преодолевать с лыжами за спиной, используя альпинистские навыки. Заключительный этап – гонка дозоров – усложняет ориентировку на местности и выполнение других задач, так как проводится в ночное время. В соревнованиях участвуют военнослужащие из Ставропольского края, Краснодарского, Ростовской области, республик Абхазии, Армении, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и других регионов страны. Самое сложное – это, конечно же, преодолеть самого себя, потому что гонки тяжелые, минимум час ходьбы, поэтому не каждый выдержит. А что вам помогает выдерживать? Тренировки. Тренировки помогли команде из Карачаева-Черкесии стать победителями соревнований по Горному Троеборью. Второе место заняла Ростовская область, а третье – Кабардино-Балкария. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева-Черкесия, Зеленчукский район. Это все вести, всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова